Ребята, всем привет! Спасибо, что подождали одну минуту, не разошлись. Так, момент, я сейчас приготовлю все для работы. Да, начинаю шарить экран. Так, просто только что было еще одно занятие, и оно немножко нахлёст. Сейчас еще пару человек подключатся. Пока они подключаются, давайте разберем то, что было в домашнем задании, все, что вы писали. Так, все, кто в чате, там были какие-то вопросы, поэтому помогайте в чате в своей группе. Помогайте в чате в своей группе. Смотрим. Ага, ну ладно, начнем с первой ссылки, которая есть, их много будет. Я буду комментировать по стилю кода, в общем, по всему, что есть. Первое. Кстати, вот когда вы присылаете домашку, то было бы хорошо вот так ее подписывать. Вот просто пишите. И этого достаточно, чтобы понять, кто ее сделал, чтобы если вдруг нужно будет понять, таких вкладок будет сейчас много. Что здесь сделано хорошо? Хорошо то, что вынесены все переменные отдельно. Вынесены переменные отдельно, но плохо то, что здесь используются переменные. То, что здесь используются какие-то значения, прибитые гвоздями. Так, ссылка на урок. Ссылка на урок. Так, это нужно, видимо, опять в пирамике повторить. Спасибо. Спасибо, что помогли. Вот это. Это сделано Наталья Ди. Вот здесь должны быть переменные. Это будет хорошо, потому что, когда ты вынесешь, сделаешь здесь какую-то переменную, 80, то ее намного легче менять. Но она должна называться не вот так, вот B. Вот здесь название хорошее. Очень правильно сделано camelCase в лучшем виде. AC, heater, turnAlarm. Да, все прекрасно. Но вот эти переменные должны быть вот здесь. То есть turnAlarm должен быть вот здесь. Я просто смотрю по названию. RunHitter67, это должно быть здесь. А 80 должно было быть здесь. По стилю кода никаких замечаний нет, но общее замечание для всех, кто писал так же. То есть сделайте выводы. Почему мы здесь используем let, а не const? У кого-то есть основания? Есть какие-то основания использовать let, а не const? Мы меняем переменную currentTemp, runNC? Нет. Если мы их не меняем, значит мы пишем const. Пишем const. По поводу этих let, let, var и const. Об этом я уже говорил. Есть еще в списке на гитхабе, есть отдельное видео про let и const. Посмотрите. Если мы переменную не меняем, то пишем const. Вот сделали ее, задали и все. Это защитит вас от того, что вы потом эту переменную будете менять. А вы ее менять не будете. Значит пишем const. Если переменную не меняем, значит пишем const. CurrentTemp мы меняем же. CurrentTemp здесь нет. Присваивания нигде нет. Это сравнение. Это операторы сравнения. Да, мы ее меняем. Да, все верно. Мы ее меняем, но мы ее меняем на старте программы. Мы ее меняем на старте. Вот я здесь это сделал и запустил ее. Она как-то работает. Я сейчас не буду вдаваться в код. С кодом все хорошо. Единственное, что было бы неплохо добавить еще else. Есть if, else if, else if. И было бы неплохо добавить еще один просто else, в котором было бы какое-то так называемое дефолтное сообщение. Вы его сами устанавливаете, если оно нужно. Потому что вот либо если turnAlarm, то здесь уже мог бы быть else. Но только учитывайте, что у вас еще могут быть какие-то отрицательные значения. Вот runHeater. Да, прекрасно. Или, допустим, вот такая какая-то большая терминара runAC. А когда нужно alarm, когда текущая температура больше turnAlarm. Вот моя текущая температура, currentTemp, 1200. TurnAlarm 100500. Ой, 100500. 105. Оговорочка. И здесь почему-то оно не работает. Почему-то не работает. Вот я сейчас запускаю. RunAC, а не runAlarm. Поэтому проверяйте свой код. Перед тем, как его выложить на проверку или куда-то еще, вы проверьте его сами. Потом напишите в общий чат, а только после этого говорите там, какие замечания. Все, отлично. А вы уже, посмотрев это видео, посмотрев других докладчиков, делайте выводы о качестве кода. Отлично. Наталья, хорошо. Код есть, и это прекрасно. И он работает. Так, Миша, Миша прислал. Пишет, пишет Миша. Хорошо, сейчас запустим. Смотрим. Да, та же самая история с конст. Ну, я об этом не говорил, я это оставил специально на сегодня, чтобы было о чем поговорить. Вот так, еще какое-то видео на YouTube я прислал. А, там с этим, с громкоговорителем. Понял. Я смотрю сейчас даже не на то, что код как работает. Это уже ваша задача, проверить его на всех значениях, на пограничных значениях, на минимальных, на максимальных. Да, by default это значение по умолчанию. То есть, если условие не сработало, то хотя бы else сработает. Вот, как здесь сделано. Здесь сделано все прекрасно. Здесь, что мне хотелось увидеть, что вы совмещаете условия с помощью и, с помощью или. То, что используется тройное равно, а не двойное. То, что есть if, else, if и else. Это и есть точки с запятыми везде. Это очень правильно. И по стилистике кода, в общем-то, все так, как надо. Так, у Миши все хорошо. Так, Глеб. Так, Глеб. Кстати, ребята, у кого, кто мне прислал домашку, напишите еще раз личное сообщение в Slack, чтобы я вас быстрее нашел. Так, вот темп. Само слово темп нужно писать с маленькой буквы. Вообще все переменные мы начинаем писать с маленькой буквы. Так же заменяем let на const, потому что мы эту переменную не меняем. Переменную не меняем, поэтому здесь нужно писать темп. Но в этом случае нужно пройтись и сделать рефактор, поменять все. Поменять везде, где пишется темп с большой буквы. Но еще используется темп на почту. Дима, а ты можешь сейчас ее прислать сюда? Сейчас пока на почту зайду, может быть, что-то я не видел там. Ну, скинь сюда, пожалуйста, в ком-либо виде. Темп, оно еще может быть в значении temporary, как бы временное значение. Поэтому вы можете писать либо current, можете current, вот так можно писать. Здесь маленькая буква. Оно кажется, что длинная переменная, но это еще не самая длинная. Мы можем здесь писать, в какой единице измерения мы это делаем. Делайте так, если у вас есть много похожих переменных, и вы с ними совсем не можете как-то разобраться, чтобы было с ними легче работать. Здесь camelCase. Начинаем с маленькой буквы. Большая, большая. Присваиваем. Точки с запятой везде есть. Сравнение. Да, есть логическое. И есть больше либо равно, меньше либо равно. Проверяйте. Точки с запятой везде есть. Проверяйте на логику сами. На логику проверяйте сами, потому что у вас много заданий. Я хочу, чтобы вы сами анализировали. И если вы сделаете так, что протестируйте, вот напишите, вот я сейчас запишу 75. Он говорит, что temp is not defined. А, ну да, все правильно. Потому что я-то здесь поменял, теперь нужно поменять везде, где я использую temp. Теперь сама программа не такая компактная, как раньше. Поэтому, возможно, нужно было бы вернуть на другую температуру. Так, я пишу 175. Он говорит emergency. Я пишу минус 175. Он говорит, включите обогреватель. Ну да, все так, как надо. Возможно, еще некоторые пограничные значения я пропустил, но, в общем-то, стиль кода меня на этом этапе абсолютно устраивает. И с ним все хорошо. Так, Андрей в личку написал. Так, это Андрей. Хорошо. Что здесь хорошо? Что есть? Комментарии. Что значит это переменные? Здесь маленькие буквы. Потому что большие буквы мы используем, будем использовать по другому назначению. Вообще, именно программирование по другому назначению используется. Код работает точкой с запятой. Да, кстати, если вы пропустите точку с запятой, код все равно будет работать. Это верно. Но точкой с запятой нужно ставить. Есть даже отдельное движение за то, что не нужно ставить точки с запятой в джаваскрипте, но вы лучше их научитесь ставить, а потом где пропустите, за вас проставит специальная программка. Да, поэтому здесь с маленькой буквы, здесь с маленькой буквы нужно писать больше и точки с запятой, сравнение. Да, в общем, все прекрасно. Здесь все хорошо. И также здесь нет оснований использовать let, поэтому нужно писать конс. Ты нигде потом эту перемену не переназначаешь. Андрей, хорошо. Так, так, так. Иван, Иван, Иван. А, ну вообще как бы у Ивана вот вы сейчас увидите, что сделал Ваня. Это отдельная история. Это абсолютная отдельная история. Тут тут уже есть кнопочки, тут уже прям настоящий кондиционер. У него меняются значения вот здесь, поэтому это самая крутая домашка, которая могла бы быть. Тут уже есть CSS. Это очень хорошо. Это очень хорошо. я этого не просил делать, я этого делать не просил, но здесь все очень, все очень хорошо, поэтому вы можете потом с Ваней списаться и получить эту же домашку. U-strict использовать не обязательно. Здесь могу прокомментировать, что здесь происходит. Здесь происходит то, что он сделал несколько функций, здесь уже функции переменные, но также смотри, что если ты текст меняешь, в общем, много, здесь много кода, многие из вас к нему еще пока не готовы морально, но мы к этому дойдем. Не к этому так похожим. В общем, кнопочки. Единственное, то, что ты сделал здесь input, вот я меняю значение и он говорит типа all right, я меняю значение, он говорит all right, а по идее, если ты прям заморочился и поставил здесь input, то тогда вот это все должно реагировать на change, должен быть какой-то обработчик на change. Только когда нажимаешь следующую кнопку, тогда он уже принимается за дело. А так да, это отличная работа. Идем дальше. Андрей Духненко. Желательно, чтобы вы прислали JSBIN ссылку и уже с отформатированным кодом. В JSBIN код форматируется на Mac Command Shift L А на Windows посмотрите Help Keyboard Shortcuts и вот здесь есть Beautify Code in Active Panel. То есть привести в прекрасное состояние код в активной панели. Также const название переменных отлично. Больше вот здесь прибито гвоздями 77 здесь должна быть переменная Current Temp почему он подсвечивает ее синим не могу понять. Ну давайте проверим работает она или нет. окей. смотри здесь здесь сначала знак а потом равно потому что вот этот знак имеет другое назначение в JavaScript то есть сначала знак потом равно вот это уже будет больше либо равно вот сейчас уже все хорошо оно оно и тогда бы работало но это уже была бы функцией это уже была бы функция до функции мы пока не дошли в общем то все хорошо по стилю тоже нормально единственное добавь добавил бы еще else для обработки каких-то ситуаций неотловленных это такое специальное else else это можно воспринимать как какой-то отстойник в случае чего чтобы да 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 если здесь написал так то и здесь нужно писать так опечатка хорошо хорошо да в общем-то все нормально не ничего страшного домашки у нас домашка это у нас очень творческое занятие так это 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 у нас Дмитрий Богомазов так здесь та же самая история что значение прибито гвоздями внутри функции и так здесь это лишние отступы их можно удалять хорошо ну как бы текущая температура задается здесь но вот эти вот эти значения они тоже должны быть вынесены здесь просто как блок обработки всего в остальном мне нравится как все написано не знаю как это работает тут много что нужно проверить но в общем-то идея мне очень нравится начинаем переменно с маленькой буквы и дальше если ты не изменяешь то пишешь конст в остальном все прекрасно по другим моментам нет претензий так да Машка это у нас лилия вместо let конст название переменных да все внутри так как нужно да все прекрасно здесь работает если меняю текущую температуру то он говорит что AC stay cool то есть вот то есть вот видишь как бы слишком большая температура текущая температура поэтому нужно обрабатывать их на больших значениях на больших значениях типа минус 700 и он так же видишь что 700 что минус 700 значение не меняется поэтому чини чини думай тестирую так Марина также let const здесь используйте это выравнивание кстати было вот так else пишите вот здесь вот так потом когда вы начнете использовать автоматическое выравнивание то вы увидите как нужно правильно писать название переменных хорошо let меняем на const здесь он ок off сообщения не информативные поэтому если у тебя только один да здесь только один ну в общем здесь непонятно то ли один кондиционер то ли еще с обогревателем как оно как оно работает нужно тестировать вот допустим сейчас это ок а если это будет 750 то это будет у нас есть проблемы хьюстон так здесь у нас минус 750 ок это не ок это не ок дальше 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 руслан можно не проверять после вани ну делайте как так здесь const сделано уже тоже хорошо здесь написано много всего давайте проверим 200 call fire минус 200 cal repairman ну да интересно ну почему минус 200 ну ладно ладно пускай мне важно было мне здесь важно что мне важно понимать что вы знаете что такое переменные вы знаете как их назначать как их менять и как их использовать внутри if else и с всякими вот логическими и или это очень хорошо если вы понимаете вот кстати вот здесь еще закралась называется hardcode значение которое было прибито и его желательно вынести в переменную хорошо ну в общем то да все все хорошо мне мне нравится дальше виктория потом желательно в gsb не присылайте чтобы было было проще это делать так вот между блоком объявления переменных и остальным можно сделать один пробел здесь нет оснований использовать let поэтому const название переменных хорошо логические больше и или да prompt вот здесь мы увидим первый prompt вообще вот что касаемо примеров там где вы видели alert и prompt то здесь использование промпт как бы как прикол засчитывается но это вам еще на памятку что alert и prompt они они блокируют выполнение кода они блокируют выполнение кода и там где появился prompt вот если я вот здесь напишу prompt или alert и пока я там не нажму окей он ну как код дальше не будет работать поэтому alert и prompt они блокируют выполнение выполнение всей программы это так на заметку еще интересная штука что здесь я увидел это current temperature undefined да тоже хорошо это все можно было бы вот эту конструкцию эту конструкцию можно было бы заменить вот так это на заметку хозяйки на заметку ну и так тоже нормально так тоже нормально что и работает даже и sleeping mode допустим 200 это у нас prompt нужно это все нажать вот вы заметили да вот по поводу блокирующего кода вот есть консоль alarm есть prompt и почему-то этот prompt вот консоль не вывелась первым а вывелся prompt только после этого аларма странно немного вообще должно было быть по-другому но alert вообще alert вообще не использовать да его нужно знать что он делает промп тоже нужно знать что он делает поэтому для кого эта новость посмотрите документацию по алерту и промпту чтобы разобраться с ним так так да здесь все хорошо никаких других замечаний нет кроме тех которые сказал так что мы здесь видим мы здесь видим комментарии мы здесь не видим точки запятой поэтому есть такая подсветка блоки блоки между собой отделить есть let заменить на const в каком случае мы получим error наверное вот в таком наверное вот в таком мы получим run кулер а вот в таком получим ли мы error когда мы отправили вот первые консоли вообще ударю тоже хорошо было сделать но все понятно то есть я когда говорю set температуры я говорю вот это пустая строка да какая-то run кулер потому что я здесь вообще ввел непонятно какой вот 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 теперь он говорит уже error потому что вот это он динамически переводит куда если он говорит run кулер это когда текущая температура меньше установлены ладно в общем над этим еще разберемся да он ее трансформирует в ноль то же самое пустая строка для него как ноль хорошо здесь все тоже прекрасно тут две даже консоли хорошо идем дальше надежда надежда та же самая история let на конс название переменных нормально и здесь тоже все нормально нужно проверять уже на логику мне сейчас важнее ваш стиль кода так это мы проверяли да дима проверяли ну собственно да все все то же самое что и к предыдущим да отлично хорошо переходим к новой теме сегодняшняя тема это новая новая структура данных о ней нужно начать говорить как можно раньше чтобы вы привыкли к этой мысли сейчас мы знаем следующие структуры данных вот я пишу let но правильнее было бы вот если я знаю что я сделаю переменную и не буду ее менять то сразу пишу const const name равняется Alice прекрасно const age age равняется 1,2,3 const is is adult true и шрифт нет больше не могу потому что ну хотя нет вот так можно в этом здесь этот тип называется string этот тип называется number этот тип называется помните как кто-то помнит boolean boolean все верно boolean но нас ждет еще один новый интересный тип который называется array делается он вот так вот эти квадратные скобки array а по-русски массив в этих квадратных скобках мы будем писать разные значения но просто квадратные скобки значит что это пустой массив это значит просто пустой массив и как массив воспринимаете его как список пустой список список дел пустой список дел список друзей пустой список друзей Если сюда нужно добавить что-то, то вот так и пишем. Здесь пишем Bob, здесь мы пишем вот так же John. Теперь в этом массиве два значения, и могу также добавить сюда вот так, name. Что в этот момент будет? Вот вы видите, что Bob — это строка, John — это строка, name — это вообще переменная, внутри которой находится тоже строка. Понятно, да? Мы сделали список, внутри этого списка три значения — Bob, John и Alice. Если сейчас вывести в консоль Friends, то мы увидим, что выводятся Bob, John и Alice. Я бы вам очень рекомендовал это сейчас повторить. Вам не нужно повторять все это, но хотя бы этот массив нужно сделать. Те, кто сделал все, тоже хорошо. Все, что я показываю на занятии, сразу же код, сразу же переписывайте. Эффект будет намного выше. Успеваете? Хорошо. Конечно, easy. Но массивы... Вот если вас на собеседовании не спросили про массивы, значит, они что-то упустили. Про массивы начинают спрашивать, и про массивы заканчивают. Все, что можно реализовать в каких-то алгоритмах, оно в какой-то мере крутится вокруг массивов, вокруг этих списков. Но сейчас я вам показал достаточно простой список, всего три значения. Но эти массивы могут быть составными, списки, 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 списков, внутри которых находятся другие конструкции, и за счет этого увеличивается сложность. Но основная идея, она крутится вокруг простого списка. Что есть интересного у массива? Сейчас у массива, в массиве три элемента. И его длина, когда мы говорим понятие длины или length, то это понятие длины соответствует тому, сколько в этом массиве есть элементов. Сейчас в этом массиве три элемента. И значит, его длина будет три. Его длина будет три. У массива мы можем это свойство получить программно. Здесь всего три значения. Но когда это будет там три тысячи значений, то тяжело их будет читать вручную. И нам иногда нужно это значение как-то вот щупать. Как-то нам надо его щупать, это значение. Поэтому вот в консоли я вывел friends. Но если я скажу friends. то сейчас, если запустить, то я получу три. Три — это текущая длина массива. Текущая длина массива. Потому что в нем три элемента. Вот. Friends.length. Таким образом мы получаем, сколько в массиве элементов. Но если, вот я обратно вернусь здесь, friends, то точка length вы себе запишите, запомните, закомментируйте. Таким образом мы берем длину массива. Я еще это буду показывать много раз сегодня. Массив — это список. Список — это массив. Длина — это количество элементов. Но нумерация, потому что у каждого элемента есть свой индекс, есть свой порядковый номер. У каждого элемента в массиве есть свой порядковый номер. И нумерация начинается не с единицы, как в обычной жизни, а нумерация начинается с нуля. Поэтому если я хочу получить какой-то конкретный элемент массива, то нужно написать friends — это название массива, это переменная, где находится этот массив. Потом квадратные скобки. И внутрь квадратных скобок нужно написать индекс. Сюда нужно написать индекс. Например, 0. И тогда я получаю первый элемент массива. Да, это первый элемент массива, но он находится на индексе 0. Его порядковый номер — 0. Примеры задач, да, 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 примеры задач, задач будет на массивы огромное количество. Прямо огромнейшее количество. Программирование, ну вот если не наполовину, так на треть состоит из работы с массивами. В реальной жизни, в реальных проектах вот там сплошняком массивы. Получить список пользователей — список пользователей придет в виде массива. Получить список дел придет в виде массива. Получить какой-нибудь, пусть там, список товаров — это тоже придет в виде массива. Вот все, что может быть представлено в виде списка, оно придет в виде массива. Вот даже вот если посмотреть вот эту часть, это тоже массив комментариев. Но вы же знаете, что у комментариев есть вложенность. Значит, вот это, это его уже подмассив. То есть это уже вложенный список. А здесь вот список каких-то роликов, это все массив. То есть вот этот список, он строится по принципу массива этих значений. Но там они не просто, как вот здесь, бог, джонны, а каждый элемент такого сложного списка — это объект. Почему, спрашивают, почему поставить три? Ну, давайте считать. Это нулевой элемент, это элемент первый, ну, на индексе 1, это индекс 0, индекс 1, индекс 2. То есть, чтобы получить, вот смотрите, индекс 1 я получаю джон, индекс 2 я получаю элис. Если я пишу индекс 3, у меня в массиве нет этого элемента. Я получаю undefined. Это за пределами. Если мы введем индекс вне границ, то мы получим, мы получим undefined. Здесь отрицательные значения писать нельзя. То есть, если бы я, например, у меня было 2, я написал бы минус 2, этот трюк не работает. Даже вот кто знаком с Python, там можно делать отрицательные индексы, но здесь это не работает. Если я пишу 2, значит, я обращаюсь 0, 1, 2. Начинайте отчет с нуля. Начинайте отчет с нуля. 0, Bob — это нулевой элемент, джон на индексе 1, name на индексе 2. Сюда, в квадратные скобки, я пишу индекс. В квадратные скобки можно писать только одно значение. Только одно значение. 3 всего — это длина массива, там 3, но нумерация начинается с нуля. Не соединится, а с нуля. 0, 1, 2. Например, я сделаю какую-нибудь переменную. Const i будет равняться 2. И я вот сюда, в квадратные скобки, могу написать i. Сюда будет подставляться эта переменная. И опять же я получу Alice. Я изменю это значение переменной на 0, я буду получать Bob. Это значит, что сюда можно подставлять какое-то значение. И, например, мне нужно получить последний элемент в массиве. Как получить последний элемент в массиве? Есть массив. Сколько там элементов, не поймешь. Как можно получить последний его элемент? Кто может так на ходу? Как можно предложить решение? Как можно программно, из того, что вы знаете на данный момент, получить последний элемент в массиве? Ну, тут уже не летят так сообщения, как обычно. У нас нет такого понятия, как власт. Нет, без переворотов, без ничего. Просто получить. Владимир Поленов. Интересное решение. Да, я вот об этом и имел в виду. Я же говорю, что из того, что вы знаете, минус 0, нет, мы не можем подставлять сюда отрицательные значения. Только 0 и выше. Решение заключается в следующем. Я вам показывал, что мы можем получить длину массива. То есть friends.land.gth. Окей, вот здесь будет длина. Сейчас я запущу, я получаю undefined. Понимаете, да? Потому что длина массива 3. Но я же могу сказать здесь вот так, минус 1. И поэтому переменная i будет равняться длине массива минус 1. Вот, я получаю здесь. Напишу здесь минус 2, я получу предпоследний элемент. Джон. Вот эту всю конструкцию, ее можно описать даже вот здесь, внутри квадратная скобка. Внутри этих скобок. Вот так. Я таким образом буду получать последний элемент массива. Вне зависимости от того, что там будет еще. Получаю последний элемент. Понятно? Успели переписать? Перепишите и проверьте, что оно у вас работает. Вот здесь я напишу по-прежнему i, здесь единицу. Так мы берем последний элемент массива. Получилось, да? Работает? Какая связь между i и array? Ну, потому что я i подставил сюда, в квадратные скобки. Здесь должно быть какое-то значение. А вот таким образом я это значение вычисляю. Я его еще вычисляю. Я не знаю, сколько у меня в этом массиве значений. Я не знаю, какой индекс у последнего значения. Ну, здесь понятно, их всего четыре. Но если придут тысячи, то там тяжело будет руками читать. Так, работает. Хорошо. Так, наши передовики. Кто у нас там в передовиках? Так, работает. Отпишитесь, отпишите все. Плюсик, если работает, или комментарий, или вопрос. Да, так, так, так. Виктор, а можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, получается, friend-length-1, это считается у нее... Мы узнаем последнюю ячейку нашего массива, правильно? Да, мы узнаем индекс последнего элемента. Он будет всегда на единицу меньше, чем его длина. Всегда. Ребята, если есть вопросы, потому что я показал, спросите, спросите. Так, у кого у нас были сложности на прошлом занятии? Я помню, что меня спрашивала Татьяна Бурдейна, там были какие-то проблемы. Наталья, почему минус 1? Можно я кое-что спрошу? Давай, давай. А что если let вместо const задать? Что-то изменится в этом? Ну, в данном, например, в данном коде что-то изменится или нет? Нет. Я i нигде не меняю. Вот если я бы захотел сказать, а теперь i будет равняться 2, вот тут уже были бы проблемы. Потому что я не могу переназначить. Но если мне это нужно где-то по коду, то я ставлю let. А отсюда простой вывод. Если вы не собираетесь менять переменную, то это const. Да, спасибо, понятно. Да, да, да. Сейчас массив в массиве дойдем, дойдем. Обязательно. Массив в массиве, массив с объектами, массив с функциями. Все будет. Так, так, так. У нас вот меня интересует Татьяна Бурдейна, Татьяна Крылова. Два раза. Вы разобрались, потому что вы мне писали. Вы мне писали, и я хочу узнать, сделали ли вы это? Я не вижу ваши ответы в чате. И поэтому я и спрашиваю. Напишите все, кто сделал. Если не сделали, не работает. Покажите минус. Если не работает. Алло, Виктор? Да. Ну вот все-таки непонятно, с этим минус один. Все работает, но как бы непонятно, почему минус один, почему он выводит билет. Хорошо. А скажи мне, что будет вместо вот этого? Friends.length. Что будет здесь? Скажи. Что будет здесь? Да. Здесь мы получим длину массива. Какая длина у этого массива? Четыре. Четыре. Индекс последнего элемента. Как он относится к длине массива? Он на единицу меньше. Он всегда на единицу меньше. Ну, то есть три. Да. Ну вот я это здесь и говорю. Здесь friends.length равняется четырем, а здесь я говорю четыре минус один. То есть i будет равняться четыре минус один, то есть трём. И сюда я подставлю тройку. Понятно. Всё, поняла. Спасибо. Да. Хорошо. Каким свойством перевернуть массив? Хороший вопрос. Сейчас мы его сделаем. Сейчас я вам покажу некоторые по порядку. Успеем ли мы это сделать, не успеем. И всё по порядку. Так. Пётр. Пётр. Лэнгс в какие в какие случаи ставится? В массиве, кроме длины? Ну, ничего. Длина – это его свойства. Длина – это его свойства. Но. Да, да, да. Кстати, кстати. Будьте внимательны. Вот это. N-G-T-H. Это самое-самое такое слабое место в этом слове. G-T-H. Кому легче запомнить, как игра GTA, так вот так здесь. G-T-H. Так, да, Максиму помогли. Хорошо. Теперь к документации. Так, мы пишем MDN Array. у массива, так давайте я переключу на русский. Хорошо, вас больше кто говорит на русском, поэтому будем читать на русском. А так можете переключать на любой язык. Если вы будете проходить интервью на английском, и вы на английском хорошо разбираетесь, читайте инструкцию на английском. Вот, в общем, свойства. У массива есть свойства и методы. Как вы видите, свойств есть длина и есть прототайп. Ну, прототайп нам вообще сейчас не нужен вообще никак. И в ближайшее время вам этот прототайп никак не пригодится. Поэтому воспринимайте так, что у массива есть важное свойство и его длина. Вкратце? Не, я подробно расскажу. А, прототайп? Не, вкратце не получится. Вкратце не получится, и это сейчас сильно уведет нас в сторону. Значит, длина. Если вам интересна эта тема, нажали и прочитали про длину, посмотрели примерчик, прочитали документацию, потому что следующая наша тема большая, она может быть даже на две недели как минимум затянется, это работа с массивами. После того, как мы будем работать с массивами, вы уже сможете решать задачи. Вы сможете решать задачи и... Есть. Да, к сожалению, запись нажала слишком поздно. тем увеличивается ценность вашего присутствия сегодня. Но сегодня есть все, кто должен быть. Тему про массивы мы будем повторять несколько раз. Поэтому из этого не переживайте. Когда мы делаем массив, это я повторяю, когда мы делаем массив, в действительности внутри компьютера мы выделяем, сам компьютер выделяет место под хранение этого массива и хранит его там. А в переменную, вот в эту переменную friends, записывается ссылка на эту область памяти. Мы эту ссылку увидеть не можем. Мы ее не можем увидеть в каком-то значении, мы никак ее не можем редактировать. Потому что это JavaScript, это высокоуровневый язык. Мы не обращаемся к каким-то ячейкам памяти, мы с этим не работаем. Нет доступа к этому вообще. Это просто логика для того, чтобы вы понимали вещи, которые я покажу следующим. Когда мы делаем массив, вот мы сделали массив, и как будто бы его записали в эту переменную. В действительности мы сделали массив где-то в памяти компьютера, а записали friends ссылку на этот массив, то есть обращение к нему. Так же, как в телефоне, вы записываете контакт другого человека. При этом он не хранится в вашем телефоне, он находится где-то там, где он находится. В этом случае на шестоем строке я в friends я обращаюсь к этому массиву, я обращаюсь к нулевому элементу на индексе 0 и изменяю его. Пишу «да». Виктор, а почему в шестой строке скобки квадратные, а не круглые? Ну, потому что здесь я обращаюсь к индексу. Здесь я обращаюсь к индексу. Именно обращение к индексу элемента. Здесь немного, потому что friends мы ставим круглые скобки, если то, что до скобок является функцией. Friends — это массив, это не функция. Ясно, спасибо. Да, да, да. Здесь именно квадратные скобки. Обращение по индексу через квадратные скобки. Вить, привет. Привет. Вопрос. То есть вот в скобках то, что мы ставим 0 и выносим новые значения, то есть мы на место индекса 0 меняем, точнее, мы, получается, меняем значение индекса 0. Правильно я понимаю? Да. Да, все верно. А, окей. Еще вопросы. Ребята, спрашивайте все, что вы хотите. У меня есть вопрос. А что происходит с Бобом, грубо говоря, что произойдет? Он так и останется в коде? Или что, с ним ничего не надо делать? На четвертой строке он еще существует, а на шестой строке уже нет. Ну, в общем, так же и останется, да? Да, если я выведу вот здесь friends, то здесь он еще будет. Либо здесь, если я выведу нулевой индекс, то он еще здесь будет. еще спрашивайте, спрашивайте. Я просто не верю, что, ну, вы, может быть, хорошо, вы себе говорите, что поняли. если вы не поняли, спросите, я это поясню про длину массива, про... Давай-давай. Так, слышно меня, да? Да. Теперь, если мы хотим узнать последнее значение массива, то мы присваиваем i равно friends.land минус один, правильно? И дальше выводим консоль friend. Если я хочу изменить последнее значение от билли, я хочу изменить последнее значение. Не изменить, а узнать последнее значение. Да, то либо я пишу здесь 0, 1, 2, 3, либо я здесь пишу 3, я знаю, что это 3, либо я его вычисляю, либо я его вычисляю, говорю, что friends.land минус один. Вот в таком случае, вот в этом случае, что произойдет? Я изменяю, я его узнаю и изменяю последнее значение. Неважно, я его выведу или не выведу. Вот, я изменил последнее значение. Да, Оля, ты руку подняла, говори. Привет, привет. Привет. А вот у меня вопрос такой. Значит, если, как ты говорил, в массиве будет до тысячи значений, ну, как я это, ну, допустим, этот список, область друзей, много-много имен, и, я не знаю, может, это вообще глупый вопрос какой-то. Мне надо узнать именно, не кто под каким индексом находится, ну, в смысле, например, Билли, это третий индекс, да, а мне надо, наоборот, как бы так это сказать-то, узнать, какое имя под данным именем, под данным индексом. Ну, да, да, всегда. Я не знаю, какие там вообще, в принципе, имена, мне надо узнать, какой человек находится в списке, и как вот мне его обнаружить. Представим себе, что у нас есть список друзей от самых близких до самых далеких, да, вот отсортированных по такому, по близости, то есть Боб, там, лучший друг, Джон, чуть хуже, и так дальше. Поэтому, если ты знаешь индекс, допустим, твоя задача вывести самого близкого друга, то что, что ты здесь напишешь? То есть, точнее, не здесь, а вот я эту строку закомментирую, вот здесь, что на восьмой строке нужно дописать? Как вывести самого близкого друга? Вот даже вот не знаю, как его вывести. Ну, вот представим себе, что у нас есть массив, вот это массив друзей отсортированных, от самых близких, вот Боб близкий, Джон уже такой меньше, вот этот Элист так себе, а Билли вообще, ну, такой товарищ, не очень. Не друг. Такой себе. Полудруг. может, нулевой индекс? Ну, вот если у нас Боб самый близкий друг, как вывести самого близкого друга? прям прям текстом уже говорил. Ну, просто ввести friends индекс 0. Так, что мне писать сейчас? Console.log. Вот я написал console.log. здесь friends и квадратные внутри скобки 0, индекс 0. я получу самого близкого друга. А как получить самого, как бы, самого далекого друга? Давай так назовем его. Ну, тут получается friends, ну, эти квадратные скобки индекс, ну, либо оставить индекс, но я же могу не знать. Мы не знаем, мы не знаем, сколько там друзей. Ну, friends.lens и минус 1 без квадратных, ну, а или так, я не знаю. Да, внутри квадратных скобок, потому что внутри квадратных скобок вот это вот, то, что я выделил, оно вместо себя, вместо себя, там будет последний индекс. То есть, он вычислит индекс, здесь будет 4, 4 минус 1, 3, 0, 1, 2, 3, били. То есть, били. Ну, все ясно, спасибо. Да, да, все правильно. Так, friend pop, ну, вот уже вот эти функции, да, может быть, но у них есть еще некоторые особенности. Они меняют массив. Пока что, пока что крутимся вокруг этого. И хочу вам показать еще один, еще один трюк. Еще один трюк. Вот, смотрите. Давайте вот я это удалю. Извини, пока не показал трюк. Можно спросить? Давай. У меня есть один. Вот смотри, массивы сами по себе подразумевают набор какой-то информации. Правильно? Да. А для чего мы ищем конкретные элементы этой информации в массиве? Ну, вот представим себе вот список друзей, да, список друзей. И мы знаем, что они находятся в определенном порядке. И в этом списке есть очень-очень важен порядок. И благодаря этому мы можем сказать, мы можем проверить. Мы получаем, вот у каждого из нас есть список друзей, отсортированных в каком-то виде. И мы можем сравнить эти массивы между собой, чтобы найти общих друзей. Мы можем проверить, вот к нам приходит какой-то человек, и мы хотим проверить, в чьих друзьях он есть. Вот тогда нам нужны эти списки, и по ним это делать очень эффективно. Ну окей, ну чтобы поднять список, соответственно, нужен цикл. Так-то он не поднимется? Да. Так просто взять и проверить нельзя. А зачем мы проверяем просто каждый элемент в массиве? Сейчас мы не проверяем, мы просто... Я показываю, как обращаться к этим элементам, зная вот длину и какое-то число. Просто мы это уже делали со strings, когда мы искали элемент strings. То есть очень аналогично, ну для меня, по крайней мере. Мы в strings... Да. Мы в strings обращались по индексу. Да? Мы обращались или нет? Я, может, что-то путаю. Ну да, мы вызывали length и искали. В strings же тоже такой же параметр от нуля до определенной length. И соответственно, чтобы найти определенную букву, мы задавали ему ее номер конкретный. То есть, ну говоря, здесь тоже самое с функцией происходит. То есть, в JavaScript это будет постоянно повторяться, а в других тоже функциях? То есть одинаково? Нет. Вот тут есть некоторые похожие вещи, но в строке мы не можем вот так взять вот так же и поменять какую-то букву. В строке такое не сработает. В строке нельзя вот так взять и поменять какую-то букву по его индексу. А в массиве можно. Окей. Спасибо. Теперь переходим к трюку. Давайте посмотрим. Еще один вопрос. Давай-давай. Скажи, пожалуйста, а как можно узнать, допустим, последний индекс? То есть мы узнаем, мы сейчас узнаем вот через эту формулу, какое имя стоит под последним... Вот. А вот под послед... Как узнать, какой последний порядковый индекс в массиве? Friends, Length, минус один. Ну, получается, консоль выдает имя, а вот номер. Можно узнать этого индекса? Да, вот так берешь и просто вводишь в консоли. Вот так. И мы узнаем, какой будет последний индекс. Три. А, окей. Спасибо. Да. Еще кто? Еще какие вопросы? Виктор? Да. Ты бы не мог в конце просто рекэп такое сделать всего того, что сейчас объяснил, потому что много чего. Да, 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 конечно. Спасибо. Да. Смотрите. Самое важное сегодняшнего занятия. Есть массив Friends. Я делаю еще одну переменную, назову ее F2. и F2 будет равняться Friends. Вот. Сделали. Что в этот момент происходит? Что в этот момент происходит? Вы думаете, я копирую массив? Нет. Массив остается точно такой же. Но я в F2 записываю ссылку на этот же массив, на эту же область памяти. То есть, вот таким вот действием я не копирую массив, а записываю ссылку туда. А уловили эту мысль? Вот что вот здесь происходит? Когда с массивами. Когда я в один массив записываю другой массив, то есть, когда я переменную F2 записываю Friends, потому что Friends там хранится якобы массив, но в действительности там хранится ссылка на этот, на эту область памяти, где находится этот массив. Да, это надо, это надо, это надо. По крайней мере, если вас спросят на собеседование так, чтобы вас подловить, то вы будете готовы и понимать, что происходит. И это будет использоваться внутри вашего кода, когда вы будете работать с массивами. Если вы это сделаете, вы будете понимать природу, почему оно так работает. Когда вы этого не знаете, то оно кажется какой-то магией и каким-то глюком, багом, не тот, компьютер и вообще все не то. Когда вы понимаете природу происходящего, то все предсказуемо и в общем вы не боитесь молнии, не думаете, что там Зевс с трезубцем машет. Да, вот везде. Где ты работаешь с массивами, если тебе нужно сделать копию массива, если тебе нужно сделать копию массива, то копия массива делается не так. Казалось бы, если бы мы работали бы с примитивными значениями, если я сказал бы вот так, f2 равняется name, то тут была бы копия. Вот тут была бы копия, потому что строка это примитивное значение. Это природа происходящего. В действительности, когда мы будем, вот смотрите, вот я сделал вот так, я сделал вот это, написал f2 равняется friends, и потом вывожу в консоль f2. Вы думаете, я получу здесь какую-то призрачную ссылку, нет, я получу массив, вот этот же массив, Bob, John, Alice, Bill, вот, вот этот массив находится здесь. То есть, это укороченная ссылка получается, чтобы не писать friend? Не-не-не, не, f2 это просто название перемены, назовем ее просто f, это не имеет значения, это просто название перемены. Так, понятно? Это просто название перемены. Можно я, ну, просто для себя скажу, ну, в общем, мы создаем константу, ну, не константу, константу, ну, неважно, какое название, это, в общем, ссылка будет просто на этот массив, и в дальнейшем можно пользоваться будет этой переменной, которую мы задали сейчас, ну, вот сейчас это f, так ведь? Так, правильно? Да, 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 да. Что нам мешает обращаться прям напрямую к массиву? Это я вам показываю, чтобы вы, когда будете думать, что вы делаете копию массива, то вы не делаете копию массива, что у вас в этот момент не происходит какая-то копия. Так же, как вы берете и копируете контакт, делаете копию контакта, вы на самом деле не дублируете человека, который будет по этому же номеру, просто у вас два контакта на него. Настя, Настя, ты поднимала руку, спрашивай. Я вот уже спросила, просто про ту фразу точнить, что мы в f2 записываем ссылку, а не наоборот, там как-то. Да, но мы не видим эту ссылку, это просто, это просто то, что происходит там где-то, под капотом. Ну, понятно, понятно. Да, вот смотрите, у меня есть friends, здесь записан массив, с этим все хорошо, и здесь я говорю, переменная f, пускай называется f2, сюда я записываю friends, но эти вот и friends, и f2, они обращаются к одному и тому же массиву, который находится где-то вот в компьютере. Поэтому, если я сделаю вот такой вот трюк, я скажу friends 0 равняется done, then, и выведу сюда уже не friends, а f2, вот посмотрите, я изменяю friends 0, done, а вывожу f2, и я получаю вот это. Ребята, вопросы, потому что вы увидели. А какой может быть вопрос на интервью? Говорили-то, что можете попасть с этим на интервью. Как он может звучать? Конечно, конечно, вот смотри, можем ли мы сравнить массивы с помощью знаков равно? Вот смотри, вот давайте вот эту консоль я тоже заблокирую, закомментирую, и скажу вот так, у меня есть массив friends и f2, и если я скажу, что, если я сравню friends равняется ли f2, что в этот момент я буду сравнивать между ними? true. Одинаковые значения? Не значения, одинаковые ссылки, потому что они указывают на один и тот же объект. Они указывают на один и тот же массив, объект, как хотите называть. И поэтому они одинаковые. Но, смотрите, если я сделаю, вот пускай у меня слева находится пустой массив, вот пустой массив, и справа находится пустой массив, они одинаковые, они одинаково пустые, так? Одинаково, два пустых массива. Но они не будут равны, потому что этот массив, это один массив, а это другой массив. У них разные, они находятся в разных частях памяти. они нумеруются, или они просто находятся в разных местах? Это я привожу вам пример, чтобы вы понимали, что это не одно и то же. А, понял. Как оно устроено внутри вообще, ну, я не говорю, что никто не знает, но вот из программистов JavaScript никто не знает, за редкими исключения. Как оно внутри делается, мы не знаем. И нас это вообще не волнует. Мы работаем на это высокоуровневый язык. Мы работаем с вот с такими командами. А что внутри происходит, как оно там перетасовывается, нас это не волнует. Важно понимать, я вижу руки, я вижу, сейчас спрошу. Важно понимать, что когда мы создаем вот здесь массив и здесь массив, это не одно и то же. Это два разных массива. Просто представим себе, что здесь у него будет какая-то вот такая, какой-то такой будет номер, ссылка, а у другого будет вот такой. Но мы видим просто два пустых массива. И так мы их сравнить не можем ни с двойным равно, ни с тройным равно, никак. Только можем сравнивать их значения. Только пройдясь по одному массиву и по другому массиву проверить их значения. Вот тогда мы можем сказать, что они одинаковые. вот этот прием, вот посмотрите, friends равняется этому массиву. Если я скажу... Еще один вопрос. Давай-давай. А когда делаешь, ну, когда делаешь массив, всегда надо писать, ну, friends, у него будет всегда название friends? Нет, это просто название. Просто. Вы переменные называете как хотите, главное, чтобы вы их понимали. Понятно, спасибо. Наталья Кейн. Да, у меня два вопроса. А мы всегда будем писать массив как const переменные? Нет, почему? Если вы просто не будете его потом переназначать, то используйте... Если не будете переназначать, то используйте const. То есть он не привязан к const? Массива не... Нет, нет. Let, const, var можете использовать все, что подходит по смыслу. Но var мы не используем, потому что это уже устаревшее ключевое слово. А let и const у них разница только в том, что let мы можем изменять, переопределять, а const нет. Но с массивом тут такая ситуация, что мы можем изменять элементы в массиве, но не можем переназначать весь массив. То есть любая переменная, но если у нас квадратные скобки, то это массив. Да, можно так сказать, что если вот такая конструкция, это массив. Вот эта конструкция, это массив, вот это массив. Просто это пустые массивы, нет списка. Даже вот если пустые массивы, я говорю здесь 1, 2, 3, этот массив тут 1, 2, 3, а здесь другой массив тоже 1, 2, 3. Они, у них одинаковые элементы внутри, но они разные, у них будет разница false, поэтому мы не можем сравнивать массивы вот так. Понятно. А еще хотел спросить, если мы напишем в 10-й строке, в круглых скобках мы напишем friends и потом f2. Ну, смотри, да, я понял, что ты говоришь. Ты говоришь типа friends или f2. Ну, мы уже так делали вообще. Friends f2 здесь будет true. Нет, по-другому я хотела. Я поняла. После friends квадратные скобки и внутри них f2. то выведутся список друзей? Нет. Потому что в квадратных скобках мы должны писать число, обращение к индексу. А f2 это не обращение к индексу, это другой массив. Поэтому мы получим ошибку. Подожди, а если мы уберем вот это равно все уберем? Ты хочешь записать вот сюда f2? Вот так? Да, мне просто этот момент не совсем был. f2 это не число. f2 это не число. Это массив. Мы не можем так сделать. Вот я, если не веришь, я вот сейчас запущу и ты увидишь, мы получаем какой-то undefined. Понятно. Потому что f2 это не число, а мы здесь должны написать какой-то индекс. Если мы напишем здесь какой угодно индекс, 1, например, то мы получим значение отсюда. Джон. Получим Джон. Ага, все, я поняла. Спасибо. А у меня тут вопрос. Я, в общем, ну, ты сказал, что это просто название, friends не обязательно писать. Я ставил только fri и const f2 тоже fri и у меня ничего не работает. А если поставить обратно friends, то работает. Открой экран. Сейчас. Все, видно? Вот, видишь, вот. ты на девятой строке что делаешь? А, на девятой а, точно, 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 точно. Все, понятно, спасибо. Продолжаем. Виктор, можно вопрос? просто я так понять не могу, когда мы в четвертой строке const f2 равняется friends, то есть, если здесь будет написано не friends, а там, я не знаю, что угодно, там машина, тогда, если мы запустим восьмую строчку, которая вот выводит f2, соответственно, не будет вот этого Bob, John, name и Billy. Да, давай проверим. То есть, friends, это равно friends вот этого массива, или как? Давайте вот проверим. Вот сейчас... Вместо friends, если написать car, к примеру, там, да? Но у нас есть переменная car? Нету. Нету. Значит, ее, если я так сделаю, то он скажет, что car is not defined. Мы не можем к ней, мы пытаемся к ней обратиться, но ее нет. Поэтому ее нужно объявить до использования. Вот если я скажу здесь const car равняется 1, 2, 3. Та-дам. Вот тогда она будет уже f2, и я f2 здесь вывожу, 1, 2, 3 отсюда, идет сюда, и сюда, и сюда. То есть, ты вывел const f2 равняется friends, поэтому он выводит friends, то, что ты обозначил в массив. Да, я именно переменуюсь. Вот здесь я ссылаюсь именно вот на это, как здесь написано. все поняла, хорошо, спасибо. Так, ну что там, вы рецепты борща тут обмениваетесь, а консулок friends, так, еще вопросы. Можем ли мы сравнивать, мы можем сравнить значения? Вот давайте сделаем другое, посмотрите. вот с этим вот я сделаю вот так, я скопирую вот этот массив, friends и f2, вот сюда. И теперь, если их сравнить, f2 равняется friends, что будет в этот момент? True или false? Момент истины, давайте проверим. Что будет в этот момент написано в консоли? пишите, что вы думаете? Посмотрите, я сделал friends, сюда вот это записал и сделал f2, сюда записал вот это. Внимательно посмотрите, что произошло. вы можете изменить значение, если вы неправильно ответили до этого. Да, это две разные, friends — это одна, f2 — это другая переменная. Во friends я записал вот этот массив, а в f2 записал вот этот массив. Да, это то же самое, как с пустыми скобками, это уже полный, это уже будет полный массив. так, почему вы считаете, что будет false? Так, Ева, Ева, почему ты считаешь, что будет true? Включи микрофон, скажи. Да потому что там значения одинаковые в первой переменной и во второй переменной. Да, все верно, все верно, значения одинаковые, но когда мы создаем массив, он создается в памяти, и на него выписывается ссылка, и ссылка записывается в эту переменную. Вот здесь я здесь два раза создаю два разных массива, и, соответственно, ссылки в эти переменные записываются разные. А, ну тогда false. Да, вот, то есть все, кто ответил false, вы правильно говорили, все, кто ответил true, я уже сказал, почему там будет нет true. Здесь я не делал f2 равняется friends, вот вы заметили, я это удалил, поэтому вы анализируете то состояние, которое именно сейчас в коде. Да, то есть текущее состояние, я не назначаю friends равняется f2, я это удалил и сделал вот так. Так, хорошо. Теперь по поводу домашнего задания. Ваше домашнее задание это документация. Начнем наконец-то читать документацию по массивам. По массиву есть много всего и я очень хочу, чтобы вы ее вот сейчас покажу, сейчас вам покажу, как ее читать и ее нужно будет и это будет вашим домашним заданием. Вот, ссылку скинул. читайте по массиву, все читаете, но здесь пишут var, вы заменяете var на const, а там, где это нужно, заменяете на let. и все примеры повторяете у себя, переписывая в JSBin и делаете. Я пока ничего не прошу присылать мне в чат, ну, точнее, в качестве домашней работы, потому что вы ее еще можете сделать, но сейчас до этого дойдем. повторяйте каждый пример и чтобы вы понимали, что происходит. Понимали, что происходит. Иногда тут будет вот такие вот штуки, типа fruits.push или pop или shift или unshift вот что-то вот в таком духе. Что в этот момент нужно делать? В этот момент нужно вспомнить, а знаем ли мы это? если вы этого не знаете, то идете вот сюда, вот в левую часть и читаете. Здесь много методов у массива и методами мы будем заниматься на следующем занятии. Что обязательно прочитать? Так это вот это array.length, то есть его длина скидываю вот сюда так напишу d the это прочитать про длину, повторить ну вот то, что вы не понимаете, то не повторяете. Если видите что-то непонятное, выделяете, гуглите, ищите, анализируете. и домашнее задание, которое нужно сделать, это сделайте три массива, в одном массиве у вас будут числовой массив, в другой массив будут строки, и в третьем массиве могут быть булево значения true-false. вот, вот и все. Сделайте три массива и присылайте JSBIN, я вам буду, вот вы все пришлете мне ссылку, я потом посмотрю, как вы это сделали, и добавлю следующий, второй уровень, что с этим нужно сделать. Либо я еще запишу небольшое видео, в котором подробнее расскажу, чего хотелось бы от вас получить. массивы тема новая и с чем массивы? string, number, boolean. Вот с тремя кто сможет, сделайте массив с массивами. Сделайте массив с массивами. Попробуйте сравнить массивы между собой. Методы массива, ну с методами массива мы займемся на следующем занятии. Я буду вам в чат скидывать по частям что нужно делать, так, чтобы не сразу вывалить вам все-все-все, а я буду по частям вам давать, чтобы вы через неделю уже разобрались. Что я вам рекомендую посмотреть настоятельно? Так, я вам гитхаб. Я вам очень рекомендую почитать и просмотреть строковые, тернарные. Вот этот набор точнее вообще вы можете даже смотреть весь, тут не только есть строк, вот это все. везде, где есть ссылка, там можете посмотреть, везде, где ссылки нет, вы гуглите по этому методу и смотрите, что же это такое. Все, у меня все, если у вас есть вопросы, то давайте я отвечу на них. Вот просмотрите вот эти видео, ссылку на эту страницу также скидываю, все у вас есть, можете это смотреть, анализировать, друг с другом общаетесь, активнее пишите в чате, если у вас какие-то тормоза, вот вы чувствуете, что вы чуть-чуть это притормозили, напишите в чат. Мне в личку хорошо, но напишите в чат, потому что вы должны между собой общаться, решать и смотреть чужой код, посмотрите какие-то примеры, если недостаточно словесного описания, сделайте пример, вот делаю так-то, почему не работает, видите вопрос, пишите сразу в комментариях, как это делать, вот если получается какой-то вопрос, вот здесь, например, вот нажимаете на эту кнопочку и здесь пишите комментарий, let to const, например, вот я написал какой-то комментарий и он находится внутри, это очень удобно, чтобы не развалить, чтобы у ответа была своя ветка. У меня на сегодня все, ваши вопросы. У меня вопрос по домашнему заданию. Ты хочешь, чтобы мы написали три разных массива, один, где только числа, второй, где только строки, третий, где только боль в значении. Да. И, ну что, просто в квадратных скобках несколько аргументов вычислили? Да, пока просто так. Попробуйте. Ничего, через индекс не надо обращаться, не надо длину. Вот на сегодняшний день нет. Сделайте это и просмотрите вот эти видео, то есть вы можете смотреть уже вот дотсюда, то есть все видео до этого момента можете смотреть. Спасибо. Да, у меня тут уже, я сижу в переговорке, у меня надо уже идти домой, в офисе все, почти все разошлись. А в Boolean значение как массив написать? Точно так же. Точно так же. Я хочу, чтобы вы делились вопросами, проблемами в чате, в общем чате, там же найдете ответ. Ребята, все, свет выключается, я побегу уже. Всем спасибо за то, что присутствовали, этот кусочек видео я выложу, возможно, даже через несколько часов, и увидимся с вами через неделю. Читайте и смотрите все то, что вам дает Артур, это очень-очень полезно, и нужно, вот мы даем только то, что нужно будет и на собеседовании, и в работе. Если вы делаете что-то сверх того, что я вам показываю, это только плюс, это только плюс, вы хорошо себя будете чувствовать и на собеседовании, и потом в работе. Все, всем пока.